Сначала года по 20 июня в Республике Беларусь от утопления погибло 144 человека, в том числе 18 несовершеннолетних. Из общего количества утонувших в состоянии алкогольного и наркотического опьянения находилось 38 человека. Во дворах Барановичей в рамках недели молодежи «Время выбрало нас» проходит совместная акция БРСМИ и работающей молодежи разум с батьками по благоустройству дворовых территорий. В Барановичском зональном центре гигиены и эпидемиологии осуществляется государственный санитарный надзор во время проведения массовых полевых работ в сельскохозяйственных организациях района. Диагноз COVID-19 Происшествие на воде К сожалению, сегодня для всех не редкость. В летний период ЧП происходит практически ежедневно. Иногда за неделю жертвами происшествия на воде становятся десятки человек. В Барановичах единственным местом для купания является водохранилище «Мышанка». Спасатели МЧС и Освод напоминают, что купание на необорудованных пляжах опасно. Кроме того, употреблять алкоголь, пусть и в маленьких дозах, во время отдыха недопустимо. Детей ни на секунду нельзя оставлять без присмотра. Если кто-то тонет, нужно незамедлительно звонить спасателям по номерам 101 или 112. Каким последствиям может привести несоблюдение элементарных правил безопасности на воде, особенно купание в пьяном виде и оставление детей без присмотра? Красная жара. Аномальная жара загоняет изнывающих горожан и гостей города в воду. Все недружно устремились к водохранилищу «Мышанка». Городской пляж в эти дни выглядит как лучшие морские курорты. На «Мышанке» места под палящим солнцем едва хватает всем отдыхающим. В озере «Мышанка» еженедельно проводится мониторинг санитарной службой города на предмет наличия в воде вредоносных микроорганизмов. То есть поэтому еженедельно мы можем сказать, что вода для купания доступна по этим показателям. Следующая, температура воды представляет 26-27 градусов. То есть по этим параметрам также соответствует нормам, установленных в правилах купания на водоемах. Отдых отдыхом, но не стоит забывать об элементарных мерах предосторожности. Осторожность на воде – это прежде всего необходимость. Люди, даже хорошо умеющие плавать, заплывают на глубину, а вернуться на берег уже не могут. Некоторые устраивают соревнования по преодолению препятствий, но силы может рассчитать далеко не каждый. По оперативным данным, о свод с начала года по 20 июня в Республике Беларусь от утопления погибло 144 человека, в том числе 18 несовершеннолетних. Из общего количества утонувших в состоянии алкогольного и наркотического опьянения находилось 38 человек. Важно помнить, что как бы ни был оборудован пляж, и сколько бы спасателей там ни дежурило, за вашу жизнь несете ответственность только вы сами. Хорошо, когда отдых безопасный. Чтобы это так и происходило, работники МЧС в сотрудничестве с работниками ОСВОД, ГОВД, РОВД проводим рейды профилактики с рассказом о безопасности при отдыхе на воде, с рассказом о безопасности поведения в жаркую погоду. Сопутствующим и помощниками в работе являются молодежные отряды охраны правопорядка. Запрещается заплывать за ограничительные знаки удаляться от берега во время купания на значительное расстояние. Откажитесь от алкоголя до и во время купания. Это кажется очевидным, об этом знают, об этом напоминают постоянно, но тем не менее, как известно, практически половина всех несчастных случаев на воде связана с употреблением спиртных напитков. Спасательная служба водоема, входящая в состав областной организации ОСВОД, работает в экстремальном режиме. Людей, одновременно находящихся в воде, уже счет идет на сотни. Очень трудно уследить. Поэтому обращаюсь прежде всего к родителям, либо тем лицам, которые прибыли в сопровождении несовершеннолетних отдыхающих, внимательно наблюдать за людьми, наблюдать за детьми. Далее, более взрослые, отдыхающие, те, которые прибыли сюда, так, чтобы провести здесь целый день с шашлыками и с выпивкой, пожалуйста, помните, что выпившие люди в воду заходить не имеют права. Это чревато опасностью для жизни. Впереди выходные, поэтому, напоминаем, купаться в Барановичах разрешено только на водохранилище Мышанка. А вот Светиловское и Жлобинское озера являются ландшафтными и для купания не предназначены. Из общего числа поступающих обращений граждан, связанных с технической эксплуатацией жилищного фонда, около 30% касаются капитального ремонта жилья. В 2020 году капитально отремонтировано 3,2 млн квадратных метров жилья или 2,7 млн от обслуживаемой площади. В текущем году облсполкомам и Мингорысполкому доведены задания по капремонту 3,5 млн квадратов. Темп выполнения капитального ремонта в этом году опережает показатели аналогичного периода прошлого года на 151%. Во дворах Барановичей в рамках недели «Молодежи время выбрало нас» проходит совместная акция борцеми работающей молодежи разом с батьками по благоустройству дворовых территорий. Так в Боровках родители вместе со своими детьми увлеклись так, что покрасили не только качели и горки, но и перила и лавочки у подъезда по улице Домейка. Заодно очистили территорию от мусора. К сведению, в городе устанавливают новое оборудование, вешают скворечники и высаживают цветы. Благоустройство детских площадок станет своеобразным подарком для всех маленьких горожан. Благоустройство детских площадок общими усилиями. Семейный проект Белорусского республиканского союза молодежи разом с батьками объединил по всей стране отцов разных возрастов и профессий. Город Барановичи также присоединился к акции. Молодые семьи, проживающие в Боровках по улице Домейка, вышли на детскую площадку, расположенную в их дворе. Они привели в порядок горки, качели и песочницы. По всей стране сейчас проходит республиканская акция, которая называется «Разом с батьками». Цель этой акции – это благоустройство своих дворовых территорий, детских площадок. И поэтому, когда предоставилась такая возможность получаться в этой акции, то с радостью согласились. Ну, откликнулись тоже множество жильцов нашего двора. И очень нравится то, что вышли на эту акцию родители вместе со своими детьми. Дети даже очень… Дети сами очень сильно хотели покрасить скамеечки, там, не знаю, лавочки, столики. И даже не давали в некоторой степени работать с родителями, потому что акция им тоже очень сильно понравилась. Ну и будем надеяться, что акции такие будут и треть продолжаться. Очень приятно, что ЖЭС вместе с Боросэмом предоставили и краски, и кисточки, и всевозможные материалы. Летом на площадках дети проводят 90% своего времени, поэтому обновленные своими руками детские площадки будут радовать малышей и их родителей долгое время. Мальчишки и девчонки получат отличную возможность весело проводить свободное от учебы время. Основная идея республиканского проекта «Разум с Ботиками» – предложить жителям внести частичку личного участия в благоустройстве дворовых территорий, где они проживают. И очень здорово, что данный проект поддержали молодые родители, активисты первичной организации «Боросэм» – учреждения образования Барановичской государственной профессиональной лицеостроителей, а также первичная организация «Боросэм Баргу». Задача номер один – подарить радость детям, поэтому на этом добрые дела не закончатся. Активисты «Боросэм» также не останутся в стороне. В прошлом году на улучшение жилищных условий направлено 17 438 многодетных семей. Для них построили 12 584 жилых помещения общей площадью 907 000 квадратных метров. Это 69,4 от всего построенного с государственной поддержкой жилья. В текущем году предусмотрено строительство жилых помещений для 8 831 многодетной семьи. 10 538 многодетных подлежат направлению в текущем году на улучшение жилищных условий. За пять месяцев этого года введено в эксплуатацию 1 4907 000 квадратов, в том числе с господдержкой 405 000 квадратных метров. На строительство жилья направлено 5848 многодетных семей, это 55% от запланированного. Обеспечены жильем 3207 многодетных или 36% от плана. Барановичским зональным центром гигиены и эпидемиологии осуществляется государственный санитарный надзор во время проведения массовых полевых работ в сельскохозяйственных организациях района. Подробности далее. Условия труда механизаторов в полевых условиях достаточно специфичны. Воздействие повышенных температур, запыленность, ненормированный рабочий день, отсутствие санитарно-бытовых помещений. В связи с установившейся жаркой погодой Барановичский зональный центр гигиены и эпидемиологии обращают особое внимание на обеспечение работников сельскохозяйственных предприятий питьевой водой, средствами индивидуальной защиты, организацию условия питания в полевых условиях, медицинское обслуживание. С целью предупреждения перегрева организма работников, руководителями организации необходимо выполнить следующие меры. Меры по обеспечению исправности систем кондиционирования воздуха в кабинах сельскохозяйственной техники. Организовать смещение графика работы преимущественно в утреннее и вечернее время суток. Обеспечить доставку питьевой воды к местам проведения полевых работ. Контролировать наличие бутилированной воды в комнатах отдыха и комнатах приема пищи на ремонтно-механических мастерских. Обеспечить укомплектованность аптечек первой медицинской помощи всеми необходимыми лекарственными средствами и материалами. Работающие на сельскохозяйственных машинах должны быть обеспечены горячим питанием. Для этого должен работать объект общественного питания, либо должно быть оборудовано место для приема пищи с установками для соблюдения правил личной гигиены и условиями для приема пищи, то есть переносными столами и лавками. Транспортировка готовых блюд должна проводиться специализированным транспортом в термосах или термоконтейнерах. Барановичским зональным центром гигиенной эпидемиологии осуществляется государственный санитарный надзор во время проведения массовых полевых работ в сельскохозяйственных организациях района. Как показывает результат надзорных мероприятий, во всех хозяйствах созданы условия для выполнения безопасных работ и ремонта механических мастерских, организована доставка горячего питания и помывка механизаторов, организован также питьевой режим. Вместе с тем, однако, отмечается снижение действенного контроля со стороны должностных слиц сельскохозяйственных организаций за применение работниками спецодежды и средств индивидуальной защиты. Надзорные мероприятия будут продолжены. В ближайшей пятилетке в Беларуси планируется построить 16 региональных объектов по сортировке и использованию отходов. Один такой объект уже введен в эксплуатацию в апреле этого года. Это мусоросортировочный завод в Витебске мощностью 100 тысяч тонн в год. Сейчас ведется разработка проектной документации на строительство семи межрегиональных объектов для Барановичской, Оршанской, Полоцкой, Гродинской, Волковыской, Пуховичской и Бобруйской зон обслуживания. Чтобы снизить расходы на строительство таких объектов, Минстрой архитектуры и Минжилкомхозу поручено разработать типовой проект такого объекта с использованием модульных, легко возводимых конструкций. А этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова